всем доброе утро мои хорошие сегодня как и в принципе каждое утро я под копеек читаю почту и комментарии на каналах и вижу что некоторые мои зрители стали меня упрекать в том что вот другие блогеры когда собираются куда-то ехать они уважаются его зрителя вот знаете читала и улыбалась и сообщают о своих планах а ты это вот только что сидела во франции уже бац и и вы в германии только вот сидела во франции бац вы уже в испании а теперь вот бац оказались аж в украине во первых я не хочу оправдываться и объяснять почему этого не делаю я лет пять уже как практически никого не посвящаю свои планы поскольку стоит о чем-то сказать и у тебя потом вдруг это не получается то если это происходит на канале годами потом идут упреки что а вот ты тогда сказала вот ты туда собиралась вот ты это хотела сделать и где же результата результата нет потому что что-то в жизни пошло не так и не получилось сделать то о чем ты сообщила поэтому сообщать о чем-то я уже давным давно перестала и даже вот с друзьями или с родственниками ну за исключением там мужа мамы и детей я ничем своими планами не делюсь тем более собирались мы спонтанно вы же все знаете что я в последний месяц у нас была куча обследований с мамой назначение новых лечений снимали швы с правого глаза и видео даже у меня не было возможности на youtube хотя казалось бы там сесть записать видео полчаса там монтаж три-четыре часа как бы между основными делами была возможность что-то сделать и вот последний месяц у меня даже не было этих трех четырех часов ежедневно как и раньше это делала чтобы что-то снимать и о чем-то говорить и когда нужно делать вот такие вот принимать серьезные решения и нужно действовать быстро то соответственно кого-то информировать или отчитываться ну извините как бы но я считаю что это абсолютно никому не нужно никому не интересно одно дело если бы мы бы поехали я поисчезла на энное количество времени и потом бы сказала что вот меня не мало может я там была там то и там то когда мы поехали я дорогу снимала все этапы путешествия тоже снимала и сейчас когда мы находимся здесь тоже у меня есть возможность снимать что-то показывать о чем-то говорить и так далее ну отчитываться вот правду говорят что хочешь насмешить бога сообщи о своих планах я уверена была бы на тысячу уверена на тысячу процентов не была бы уверена если бы я сказала что вот мы там собираемся ничего бы у нас не получилось или был мамы что-то бы пошло со здоровьем не так или у меня или там еще бы что-то произошло потому что все о чем я говорю как бы запланирую и я вот так вот во всеуслышание даже не на youtube а вот среди своих подружек стоит мне сказать что я запланировала всю вот почему я не знаю поэтому последние годы я стараюсь сделал дело показал мне сделал дело не нужно об этом говорить потому что не говори гоп пока не перепрыгнешь так что не нужно меня там чем-то упрекать что я там не отчитываюсь этом что-то не говорю получилось получилось не получилось бы никто бы меня потом бы вот так вот не тыков что кто-то написал что вот там ты про господи город вылетел из головы когда мы ездили смотрели еще до сентября месяца это было летом не помню уже наверное июля-август месяц в экс-де-прованс когда мы ездили и что смотрели возможно стоит переехать туда что дом сдавать а там снимать и что как бы там и город больше и возможностей больше но с мамой случилась беда и все планы на работу планы на какую-то какая там блины работа вообще на свою личную жизнь которая в принципе должна быть у каждого человека у меня от сентября месяца они полностью сентября 22 года не 23 точно скруто подумали что три месяца каких-то прошло там или два и она уже там плачется нет сентября 22 года у меня вся жизнь моя поставлена на паузу и все что я делаю это забота уход за мамой так что пожалуйста имейте ну какое-то даже минимальное чувство такта чтобы но не писать таких вот упреков вы ведь мне не отчитываетесь что вы будете делать или что вы сделали или как вы планируете что-то делать и я никогда не спрашиваю у каждого зрителя который посмотрел одно или другое мое видео а что ты сегодня ела на завтрак или какие у тебя планы будешь ты менять работу будешь ты покупать новый автомобиль собираешься ли ты замуж или наоборот разводиться поэтому есть жизнь публичная и есть жизнь личная счет я рано сегодня так проснулась еще не было и 6 утра и что первое не будите сижу себя потихоньку развлекаю нашла книжку милен очки на день рождения подружка подарила и только открыла и девочки сразу улыбнулась потому что здесь ну помимо для записи рецептов идет разбор полностью как нужно сервировать стол и правила этикета за столом и вот что самое интересное хлеб кладут на тарелку и отламывают его от него небольшие кусочки что как бы его не принято кусать за столом и они не принято держать целый кусок хлеба в руке и вот эта фраза из-за которой вот я и улыбаюсь не сбирайте залышки соусу чипершу из травы шматочком и хлеба и французы везде всегда но суп конечно они по тарелке хлебом не вытирают но если кто был во франции и посещал французские рестораны или был приглашен к французам в дом то вы наверное заметили что практически всегда соус который остается на тарелке французы отламывают кусочек багета и собирают его с тарелки и нигде это как бы во франции не считается неприличным здесь вот написано что так делать не нужно хотя вы знаете мне тоже первое время как бы было это непонятно особенно когда ну ладно дома там когда никто не видит или там но в гостях у близких родственников но когда в ресторане сплошь и рядом меня первое время удивляла а потом перестала удивлять потому что как говорят со своим уставом в чужой монастырь не ходят тоже в каких фужерах какие напитки подают прекрасная книжка про пряности все написано что ты будете девочки не хочу мужа будить сама проснулась не свет не заря я уже и душ приняла и макияжа сделала и на комментарии ответила сижу просвещаюсь как правильно себя за столом вести и какие бокалы фужеры подавать очень классная книжка вообще заберу миленки отвезу пусть рецепты записывает похоже что будут у меня оба детенка рестораторами милен подрастет артур к тому времени свой ресторан откроет и будут вместе каши варить маникюр сделала вот такой вот получился у нас оригинальный вариант классического френча хотелось что-то светленькое но в то же время чтобы было интересно очень мне нравится и форма ногтей и сам дизайн вообще наши мастера самые самые лучшие сегодня более-менее хорошая погода дожди прошли вчера было ужасно холодно сегодня меньше ветра и солнышко но всего лишь плюс 3 градуса не так забегались что я ничего не успела приготовить и заказываем это первый раз после возвращения раньше мы часто заказывали у них еду ужин короче говоря наш вот это пицца помню какая-то с курочкой а вот это вот грибочки и шинка это обычного стандартного размера и раньше они вот такие большие не делали до войны не знаю может потом уже делали такая вот огромнейшая пицца xxl здесь копченая окулка сыр и не знаю ветчина наверно они бекон бекон потом вок все горячая и суши это одна часть это ну обычные классические роллы вернее с лососям и вот это вот сугурю палочки и салфеточки заказ получился на 900 гривен вот две огромных пиццы упаковка у них очень вкусно я просто обожаю вот это рис вот открывается с курочкой аромат вообще бесподобный так ладно ребятки всем пока пока мы кушать я была голодная сил нема а